Хочу присоединить к нашему эфиру координатора национальной программы Большого Строительства Юрия Голика. Юрий, добрый день. Добрый день. Добрый день. Действительно, хотелось бы обговорить эту тему. Единственное, хочу вспомнить, что 1 июня глава Офиса Президента Андрей Ермак, выступая на заседании Комитета иностранных дел и обороны парламента Ирландии, тогда это происходило, что озвучил, то есть эта информация на 1 июня, что Украина потеряла из-за войны 35% ВПП, а прямой ущерб уже ставил 600 миллиардов долларов Соединенных Штатов Америки. Ну, оценки Киевской школы экономики, они более скромные. По данным проекта, есть такой проект у Киевской школы экономики, Россия заплатит. Действительно, этот проект поддерживает и Офис Президента, и украинское правительство. На 25 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктурой Украины, превысила 105,5 миллиардов долларов. Это к тому, что вот только что сказал мой коллега Олег Борисов, что колоссальные деньги, колоссальные суммы. Я хочу, ну, скажем так, я действительно для себя так тему эту озвучиваю. Что сейчас возможно уже сделать? Хочу, Юрий, у вас спросить, как вообще происходит, я хочу, чтобы мы разъяснили и было понимание, как вообще происходит этот процесс. Потому что у нас есть Сумская область, у нас есть Черниговская область, у нас есть Киевская область, у нас есть Харьковская область. Кстати, каким образом на сегодняшний день вообще планируется и как происходит этот процесс? Восстановление. Какие области, ну, я не хочу говорить, я не хочу сейчас просто какую-то область, скажем так, в ущерб, да, относить к ущербу. Где более сейчас внимания, на какие области обращено и как этот процесс вообще происходит? Можете так потезисно объяснить? Да, с точки зрения восстановления, внимание государства обращено на те области, которые пребывали под временной оккупацией, были освобождены нашими вооруженными силами. Это те области, которые вы перечислили, вы перечислили Киевская, Черниговская, Сумская, часть Харьковская, туда были выделены деньги из государственного бюджета, порядка 1,5 миллиарда гривен. Плюс отдельно были выделены деньги на Николаев, 56 миллионов на реконструкцию водоканала, для того, чтобы там появилась вода. Существующая там система была разрушена в результате боев с Россией. И отдельные деньги выделены на город Киев, для того, чтобы привести в порядок те здания, которые в самой столице были разрушены. Что делается на эти деньги? Это так называемые аварийные работы. Это проведение электричества, проведение газа, проведение воды, ямочный и картовый ремонт дорог, уборка разрушенной техники, ее там достаточно много во всех областях, которые наша армия уничтожила, российской техники. Восстановление мостов, восстановление каких-то дорог, то, которое можно сделать, приведение в порядок аварийных домов. Это не их полное восстановление, а там, где можно минимальными какими-то усилиями сделать так, чтобы в них люди могли вернуться и проживать. Это крыши, окна, электрика и так далее. Вот это все делается прямо сейчас. Это делается, по-моему, со второго дня, после того, как эти области были освобождены. Плюс есть отдельная программа для этих областей на закупку стройматериалов. Именно для таких работ она тоже действует, и это происходит постоянно. Юрий, еще очень важный вопрос. Вот, в свою очередь, Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, он дал интервью датским СМИ, в свою очередь акцентировал внимание на восстановлении и откуда будут браться ресурсы. Так вот, Украина после завершения боевых действий начнет восстановление экономики и инфраструктуры, и уже идет работа по привлечению международного финансирования для этих целей. Кроме того, отстраивать страну, по словам господина Шмыгаля, будут за деньги, полученные от конфискации актива в России и по всему миру. Давайте услышим прямую речь премьер-министра, и будет соответствующий вопрос к вам. Мы, как правительство, гарантировали, гарантируем нашим гражданам, что каждый метр их разрушенного, потерянного жилья будет возмещен. Почему мы уверены в этом? Какие ресурсы мы будем использовать? Потому что мы понимаем, что мы будем работать со всем цивилизованным миром над возмещением этих потерь со стороны Российской Федерации. На сегодняшний день, по разным данным, официальным, арестованными и замороженными являются от 300 до 500 миллиардов долларов российских активов. Мы также приняли соответствующее законодательство по конфискации российского имущества в Украине, государственного имущества в Украине. То есть все эти активы. И если нужно будет больше, значит будет больше. Через судебные международные институты мы будем забирать для того, чтобы возместить каждому гражданину Украины потерянное им имущество. Юрий, в свою очередь, в одном из наших эфиров глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов сказал, что сам процесс юридический очень трудный, процесс, как это правильно сказать, конфискации российских денег, арестованных сейчас в Европейском Союзе. Скажите, пожалуйста, на каком возможном этапе, если можно это озвучивать в прямом эфире, сейчас вот национализация этих денег или конфискация, не знаю, как правильно сказать. Расскажите, на ком это этапе и насколько это трудно вообще все эти арестованные деньги пустить в экономику внутри Украины на восстановление. Смотрите, это действительно трудная задача, потому что у нас на планете, на которой мы все проживаем, войны каждый день не ведутся, тем более такой степени разрушения и каких-то механизмов быстрых, как там пришел, скачал приложение ДИА и получил какую-то услугу, их не существует. То есть они достаточно затянуты во времени. Но эти все процессы идут параллельно. С одной стороны, мы воюем с Россией, отвоевываем каждый день какие-то свои территории, возвращаем их и уверены, что война закончится нашей победой в обозримом будущем. С другой стороны, все юридические подразделения и правительства и Офиса президента работают над тем, чтобы активы, принадлежащие гражданам России на территории Украины, были национализированы, после чего проданы через арму агентства по управлению арестованным войном. С другой стороны, чтобы те западные страны, и иностранные государства, которые арестовали что-то в рамках санкций, реализовали это и передали деньги на восстановление Украины. Кроме того, стоит задача запуска экономики. Война, не война, экономика должна работать, бюджет должен наполняться, и государство должно иметь возможность финансировать, в том числе, восстановление инфраструктуры. Это все параллельные процессы, которые идут одновременно один с другим. А вот вы, Юрий, сказали, что война, война, экономика должна работать, и бюджет должен наполняться. Но мы же видим, что впоследствии российских ударов уничтожены очень много инфраструктурных объектов. То, что люди на себе это ощущают, по всей Украине, это нефтеперерабатывающие заводы. Большинство бизнеса фактически просто боится вести, вкладывать деньги в свой бизнес в Украине. Некоторые заводы даже выехали из территории Украины. Скажите, пожалуйста, как сейчас гарантировать бизнесу от государства надежность их работы? Как сейчас эти вопросы решаются? Ну, смотрите, гарантировать можно только одним способом. Ведь если посмотреть на прилеты ракет по городам, то ракеты летят и на востоке страны, и летят на завтрашней страны. Поэтому одинаково небезопасно в любой точке Украины. Это понятно, да? С другой стороны, армия модернизируется, армия переходит на стандарты НАТО. Мы сдерживаем вторую по численности по вооруженности армию мира за счет героизма наших бойцов. Кроме того, мы каждый день какие-то территории у них отвоевываем. Я думаю, что чем ближе будут к окончанию войны, тем больше будет уверенность у бизнесменов. Кроме того, мы должны понять, что наша страна, как бы это так, без нецензурной лексики сказать, не совсем умный сосед. Российская Федерация постоянно будет находиться на наших границах. И мы в любом случае должны жить, как один большой Израиль. У нас должна быть система, что-то типа купола, которая защищала бы нас от возможных ударов ракет. И каждый гражданин, живущий в стране, и каждый бизнесмен, вкладывающий сюда деньги, должен быть в безопасности, чувствовать себя в безопасности. Единственной гарантией это является оборонная мощь и военная мощь нашей страны. Вот то, что сейчас происходит с армией, то, когда она переходит на стандарты НАТО, это фактически на натовское оружие, это то, о чем так долго говорили. И вот, к сожалению, только из-за войны это начало происходить. Кроме того, какая бы война ни была, какие бы события ни проходили, все равно есть какой-то оптимист со стороны бизнесменов, все равно есть масса областей, где работать относительно безопасно. И все равно мы видим, что бизнес потихонечку оживает. Открывается малый бизнес, открываются кофейни, какие-то заводы переехали с востока на западную Украину, какие-то заводы запускаются. Это очень важно, потому что это основа экономической безопасности страны. Я хочу у вас спросить про международную поддержку в данном контексте. Наверное, даже немножечко по-другому. Были ряд стран, вот если я не ошибаюсь, министр иностранных дел Греции был в Одессе, буквально там месяц назад, и говорил о том, что поможет восстанавливать финансово Одессу, но уже после войны. Тоже Греция предлагала, если я не ошибаюсь, и роддом восстановить в Мариуполе. Хотя я понимаю, сейчас про Мариуполь нужно говорить, но я думаю, что это немножечко, к сожалению, другая история сейчас. А вот если мы говорим про те государства, которые озвучили, что будут поддерживать, готовы финансово поддерживать, уже есть ряд стран, которые сейчас эту финансовую поддержку именно на восстановление городов уже не просто озвучивали, а уже, возможно, эти деньги даже в Украине. Если это так, можете ли вы это озвучить? Прошу. Ну, во-первых, в Украине огромное количество иностранных денег, потому что огромное количество иностранных государств поддерживает различными программами и наполняет государственный бюджет, благодаря чему у нас есть возможность из-за просадки экономики, из-за войны с Россией закупать оружие, закупать снаряды, закупать боеприпасы, платить зарплаты военным, платить все социальные выплаты и так далее. А кроме того, есть огромное количество намерений, которые сейчас превращаются в документы, потому что любая помощь со стороны иностранного государственного становления это не дело двух физических лиц, вот ты, вот я, вот я хочу дать тебе денег построить дом, а это целая бюрократическая процедура, которая сейчас проходится. Кроме того, на уровне офиса президента существует отдельная группа, которая занимается мониторингом всех разрешений в режиме реального времени. Это все собирается, вся эта информация, на любой встрече президента, премьер-медиста, с иностранными делегациями это все показывается. Поэтому я думаю, что до конца года мы точно увидим, как физические иностранные деньги на восстановление инфраструктуры уже зайдут в Украину достаточно больших объемов. Благодарю вас за этот ответ. И вот в продолжение темы, Международный валютный фонд тоже готов принять участие в восстановлении Украины после войны. Фонд уже начал даже подготовку соответствующих мер. Об этом сообщила директор распорядителя МВФ Кристалина Георгиева. Она также напомнила об уже принятых мерах. Я предлагаю послушать, что она сказала. И мы с вами, Юрий, продолжим. Утверждено экстренное финансирование Украины в размере 1,4 миллиарда долларов. Средства выделены, чтобы удовлетворить немедленные потребности в расходах. Запущен специальный счет, который создает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины. Мы надеемся на мир. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ. Юрий, мы видим беспрецедентную поддержку Украины в данном направлении МВФ. И так, как вы озвучили, хотя вы сейчас объяснили алгоритм, на самом деле это непростой процесс, как вы сказали, когда двое людей собрались, или трое, как мы с вами, и решили. Хотя мы тоже готовы были присоединиться к этому процессу. МВФ, хотя у нас же до этого тоже были договоренности, я так понимаю, что это нужно разделять на сегодняшний день. те транши, которые мы должны были получить, это другие деньги, правильно? То, что мы сейчас услышали от распорядителя МВФ. Наверное, логичнее этот вопрос задать министру финансов Сергею Марченко, для того, чтобы он более компетентный, чем я, ответил на этот вопрос. Потому что у нас, знаете, в стране очень много людей, которые являются специалистами во всем, начиная от футбольной тактики и заканчивая вложением в биткоин. Вот не хотелось бы в такого превращаться и отвечать на те вопросы, в которых я понимаю непрофессионально. Хорошо. Тогда уточнение касательно отстройки дорог, отстройки инфраструктуры, инфраструктурных объектов, вот вы уже сказали четко, что так же будут в дальнейшем и использоваться, ну, надеемся, будут использоваться деньги Российской Федерации. Но расскажите сейчас, имеет ли Украина ресурсы для того, чтобы кроме поврежденных дорог российской армии восстанавливать те дороги, которые еще до войны были в национальной программе «Большое строительство»? Смотрите, с началом войны все капитальные расходы в стране были заморожены отдельной постановой, отдельным распоряжением Кабинета Министров. Это значит, что капитальные расходы сейчас в стране невозможны. Почему? Потому что в приоритете у государства и в приоритете у нас с вами как граждан это победа в войне с Россией и возврат всех своих территорий. Поэтому сперва тратятся деньги на это, потом деньги тратятся на социальные выплаты, и все равно этих денег недостаточно для того, чтобы вести масштабное волокобудовничество, как это происходило до войны, это абсолютно логично и абсолютно понятно. С другой стороны, государство по поручению, правительство по поручению президента всегда находит необходимые финансовые ресурсы для проведения аварийно-восстановительных работ. То, о чем мы с вами говорили в начале нашей беседы, это области, которые освобождены от российской оккупации. Там такие строительные работы ведутся. Да, это не строительство дорог, это не их капитальный ремонт, но это их приведение в минимально допустимый вид, который позволяет соединять между собой населенный пункт, даже самый отдаленный. Почему? Потому что президент это неоднократно повторял, что самое ценное, что есть в государстве, это не территории, это не дороги, это не леса, это не поля, это люди. И государство должно выполнять свою главную функцию, делать так, чтобы людям на территории государства жилось комфортно, и они жили в подобающих условиях. Это то, что сейчас государство может, и то, что сейчас государство делает. Да, хотелось бы делать еще больше, хотелось бы делать еще быстрее, хотелось бы, чтобы война закончилась вчера, и все мы занялись только восстановительными и строительными работами. Уверен, что так и будет, но уже после победы. Спасибо вам огромное. Единственное, что можем вам пожелать, это сил и удачи, потому что сейчас очень много работы проводится как центральной властью, так и на местах, для того, чтобы, во-первых, настроить инфраструктуру, настроить все критически важные моменты, это подача воды, подача газа, и, конечно же, подготовка к зиме, это восстановление газового снабжения и так далее. Спасибо вам огромное, Юрий, за ваши слова, за вашу работу. Юрий Голик, координатор национальной программы «Большое строительство», был с нами на прямой связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!